Всем большой привет, друзья! У нас сегодня воскресенье и, как всегда, видео о готовых работах. В первую очередь я хочу поздравить всех вас с праздником Святой Троицы, пожелать каждому из вас крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия, радости. Пусть у каждой в вашей семье всегда все будет хорошо. Самое главное, это чтобы все были здоровы и чтобы у всех всегда было только хорошее настроение. Искренне вам это желаю от всей души. И сейчас буду вам показывать свои работы. На этой неделе мне удалось связать три работы. Одну из них я уже отправила заказчице. Я вязала большого слоника на заказ. И перед тем, как отправлять игрушечку, я отсняла коротенький ролик, чтобы вставить вам сюда в это видео, чтобы вы также могли посмотреть, какой слоняшка у меня получился в этот раз. Также, чтобы вы смогли его оценить. Напишите комментарии, как вам понравился такой слоник. И в конце видео я вам вставлю тоже ряд фотографий тех работ, которые у меня были связаны за эту недельку. Друзья, хочу подключиться на минуточку-две, показать вам по итогу, какой у меня получился слоняшка. Так как я его буду сейчас отправлять, вот, подключаюсь, потому что ждать до воскресенья не буду, чтобы показать в готовых работах. Вот, да, именно сейчас отсниму минуточку-две, чтобы вы посмотрели. Я хочу сказать, что я очень довольна этим результатом. Мне он безумно нравится. Он такой прям и универсальный. То есть, даже в этой одежде, именно в этом цвете, может подойти как и для мальчика, так и для девочки. Вот, у меня получилась такая прям настоящая нежнятина. Такой мятный комбезик с желтой обвязочкой, помпончики у нас здесь есть. Посмотрите, какая у нас улыбочка, глазки, какие классные. У них даже можно увидеть свое отображение, очень прям шикарные. Это самые-самые новые, которые я заказывала. Вот, они мне недавно пришли. Здесь у нас на комбезике, смотрите, такой классный большой капюшон. Его можно подворачивать. Здесь у нас помпончик, такой красавчик. Он получился большой, 42 сантиметра. Предыдущие может и получается 45. Это все тоже зависит от свободы до вязания. Я вязала его так прям плотненько, очень, да, хорошенько. Я над ним посидела, потрудилась. Но, по итогу, я очень довольна. Вот, получилась прям чудесная игрушечка. Я вам сейчас одену еще капюшончик. Покажу, как он выглядит еще в капюшоне. Ушки прятать полностью не надо. То есть, так, чтобы можно было увидеть эти чебуреки, да, как я их называю. Но, смотрите, какая прелесть. Вот, такой интересный у нас помпончик. Такой комбезик. Очень мне он понравился. Я надеюсь, что заказчик будет довольный. Вот, для меня это самое-самое главное. Так, ну, а вы напишите в комментариях, как вам такая чудесная слоняшка. Вот. Спасибо всем за внимание. Ну, вот, такой слоняшка у меня получился он в этот раз. Я очень довольна этой работой. Несмотря на то, что слоник большой, но мне очень нравится этот процесс. Я люблю вязать слоников. Всегда жду результата. Всегда жду, чтобы посмотреть, какая же мордашка получается у меня с каждым разом, да. Потому что, как бы ты ни вязал игрушечки, даже если ты вяжешь сам по одной и той же схемке, которую ты уже очень-очень хорошо знаешь, все равно где-то что-то там чуть-чуть у нас меняется. Вот. Ну, я очень довольна этой работой. Слоник получился большой, такой хорошенький, плотненький, связан в таких нежных цветах. И дальше на этой неделе я занималась новой работой, готовила новый мастер-класс на главного героя из мультфильма «Пингвиненок Пороро». Вот такая игрушечка у меня получилась. Вот, покажу вам его. Он такой классненький, кругленький, пухленький малыш получился. Вот хвостик у нас здесь есть, шапочка, она съемная. Вот очки, клювик, шарфик также снимается. Такая игрушечка. Я вам показывала в прошлое воскресенье свою первую игрушечку, вот пингвиненочка. И как видите, у меня уже есть две работы. Так, и теперь про сам мастер-класс. Мастер-класс идет в PDF формате, и также есть видео. Что это значит? Мы с вами вяжем детальки по схемке. Есть множество фотографий, есть подробно расписанная схемка. Это мы вяжем все самостоятельно, да. И потом сборка игрушечки идет на видео. Видео подробное. Я замеряю вам каждую детальку. Рассказываю еще дополнительную информацию. Собираем игрушечку, пришиваем, занимаемся шапочкой. Делаем оформление. Это все идет в видео формате. Вот мастер-класс можно приобрести с любой страны. Вы можете мне написать в моем инстаграме или на мою электронную почту. Ссылочки я всегда вам оставляю под каждым своим видео. Так, и теперь цена. Цена мастер-класса 5 долларов. 135 гривен или 350 рублей. Вот. Если вам понравится такая игрушечка, вы захотите порадовать своих деток, возможно, ваши детки также смотрят этот мультфильм, и они будут очень довольны, когда вы им свяжете этого супер-главного героя, пингвиненка Пороро. Вот этого я вязала на прошлой неделе, я вам его показывала, этого пингвиненка я вязала уже на этой неделе, такие игрушечки. Вот фотографии я вам вставлю, посмотрите, такие лапочки. И еще я также снимала один мастер-класс на маленькую игрушечку, у меня вот была связана свеклочка, вставлю вам сюда ссылочку. Кто хочет, можете также перейти и связать для себя. Я вяжу овощи на данный момент, да, то есть я не вяжу их каждый день, я не занимаюсь этим каждый день, потому что есть еще другая работа, но постепенно, по чуть-чуть, я буду их подвязывать. И, скорее всего, что я буду вязать еще также фруктики, вот, потому что я вяжу их для детской игры, для маленькой девочки. И если вам понравится, вы захотите, мы можем с вами также навязать такие овощи, или когда буду делать фрукты, то тоже смогу поделиться этим в мастер-классе. Вот такая свеклочка, мастер-класс подробный, все показываю, думаю, что даже новичок тоже с ним справится. Вот, получается такой бурочок, и в цветах таких натуральных, естественных, и по размеру тоже мне очень понравился. Можно навязать, как для детской игры, как я уже и сказала, да, чем я и занимаюсь, можно также связать различные овощи, различные фрукты, красивенько оформить это в корзиночку, да, поставить для интерьера вашей кухни. Думаю, что когда будут приходить к вам в гости, они будут обязательно обращать на это внимание, потому что они будут думать издалека, что это как настоящие. Вот, ссылочка будет, я вам оставляю, переходите, вяжите, и также пишите комментарии, как у вас получается. Вот, так что такие у меня были работы связаны, три работы, вроде и вяжешь каждый день с утра до поздней ночи, да, но три работы, то, что получилось, то я вам и показываю. Есть у меня еще два процесса, я вяжу для дочки маечку на лето, также я еще начала одну новую игрушечку, но я показывать вам ее в процессе не буду, потому что это такой процесс, на самом деле он меня и затягивает, и еще дело в том, что я думаю, что именно эта игрушечка просто хочет действительно тишины, она большая будет, там действительно будет много работы, ну и над ней надо посидеть. Вот, так что я все-таки занимаюсь работой, когда свяжу, обязательно вам покажу. Вот, пишите, девочки, комментарии, как у вас дела, что вы нового вяжете, как у вас вообще настроение в это нелегкое время. У нас за окном одни дожди, то есть уже три недели сплошные дожди. Если солнышко выглянет буквально на 1-2-5 минут, сразу прячется, опять дождик. В общем, ждем лето, ждем солнышка и хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, заходите в мои плейлисты, вы сможете там найти различные мастер-классы на разные игрушечки. Также у меня есть разные видео, болталочки, ответы на ваши вопросы. Я снимала частенько влоги. Вот, заходите, пожалуйста, смотрите и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал, а я с вами прощаюсь до нового видео. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»